Друзья, всем привет! Пока я тут делами занимаюсь кухонными, с вами поделюсь, что у нас будет в этом влоге. Мы с вами продолжаем эту неделю жить на 3500 рублей. У меня получилось, мне кажется, в конце недели, я вам скажу, чуть побольше. Сегодня мы тоже с вами сделаем рецептики. Также покажу покупки для малышки. И вот у меня небольшая уборка на кухне, так что всем приятного просмотра! Друзья, пока готовлю. Кто еще не смотрел то прошлое видео, там был живем на 3000 рублей в неделю. И это у нас продолжение этого видео. Я закупалась в воскресенье и сегодня понедельник я готовлю. И сразу скажу, те продукты, которые были у меня дома, я их включать в стоимость не буду, потому что я их в прошлом видео уже считала. То есть это будет неправильно. Я первым делом ставлю компот. Фрукты у меня были дома, то есть их не включаем в стоимость. Делаю суп из фрикаделек и делаем котлетки. Пока поставил фрикадельки, у меня использовалась из пачки половина фарша. На котлетки у меня ушло, по-моему, полтора. И разбавляем вот эту смесь с водой. Я посолила, добавила к котлетам лук. Так очень вкусно. Вот, кстати, с этой приправой было очень вкусно. Смесь вот эту нужно оставить на 2 минуты и потом залить, сформировать котлеты. Котлеты получились просто нежнейшие. Нам они понравились очень. И теперь их формируем. То есть мы включаем теперь стоимость только то, что мы купили на этой неделе. Это у меня был понедельник. Я готовила в понедельник. И, по-моему, во вторник у меня будет в следующем видео. У нас получается суп из фрикаделек. Сегодня компот. Очень вкусный компот из голубики и сливы. И еще на второй котлеты я покажу, как я распределила потом по контейнерам. Макароны мы тоже брали. Сережа у меня попросил макароны. Вот тут у меня, видите, все варится. И компот, и котлеты, и суп я делаю. И показываю вам параллельно, как я это все готовлю. Сейчас покажу результат котлет, что у меня получилось. Я снимаю суп. У меня фрикадельками суп, знаете, такой легкий получился. Я туда еще макарошки добавила маленькие. Они у меня тоже были дома. То есть мы их стоимость не включаем. Картошку и зажарку из морковки с луком. Вот такой легенький суп у меня получился. Мне сейчас у беременности он идеален. Я все добавляю, ставлю. Ну, я вам сто раз этот рецепт показывала. Просто я тут параллельно все готовлю. Поэтому, чтобы было и первое, и второе, и компот. Компот мы выпили в тот же вечер из голубики и сливы. Он самый-самый вкусный. Очень понравился. Мы добавили чуть-чуть сахара. Он не сильно кислый. Получился вообще супер. Вот так у меня все выходит. Я, кстати, еще, да, вижу, что я добавила чесночок. В суп. И поставила уже все это делаться. Котлетки у меня уже почти готовы. Я еще добавляю в суп приправу. По-моему, она Роллтон. Вот такая вот. Я сейчас покажу. Я тут, видите, ее крепила. Бульон. Очень вкусная. И Сереже нравится. Мы ее добавляем обычно в бульоны суповые. Которые, если, допустим, с курицей или в фарш, ложку или полторы-две. Смотря какая кастрюля. И плюс мы ее еще, знаете, куда добавляем? В фельмени я вспомнила. Сережа любит добавлять. Но если мы добавляем эту приправу, то солить не нужно. Иначе это все будет пересолено, невкусно. Так что либо ее, либо соль, либо соль в конце. Тогда будет нормально. Сейчас вам покажу компот. Получился очень вкусный. Я его налила. Остудила. Я люблю вообще компот горячий. Кто как любит. Сережа меня любит холодный. И теперь я все распределяю по контейнерам. Макароны. Котлеты я решила сначала, кстати, убрать просто в контейнер большой. Чтобы сразу перемыть всю посуду. Но потом я уже сварила макароны. И распределила тоже с макаронами контейнеры. Еще я себе варила крупу, которую я покупала в Оршане кукурузную. Но, ребята, она невкусная. Она не понравилась мне. Я когда покупала крупу просто обычную. Без пакетиков. То есть, в общем, крупа кукурузная в пакетиках. Вот именно этой фирмы мне не понравилась. Может быть, другая какая-то вкусная. Но легче варить. Посолить ее. А потом уже, если любите сладкую, то посластить уже, когда уже сготовили кашу. Вот такую вот кукурузную крупу. Ну, в общем, что-то она мне вообще не зашла. Не понравилась. Вот такие у нас сегодня с вами рецепты получились. Друзья, готовку никто не отменял. Так как я еще сейчас эту неделю веду запись, что мы кушаем на 3500 рублей в неделю. Поэтому давайте вместе с вами сготовим быстренько. Я тут сделала картошку. У нас есть котлеты, которые я в прошлом влоге готовила. Добавляем маслица. Это для золотистой корочки. У меня как раз, видите, масло закончилось. Нужно чуть-чуть прям. У меня есть вот такой соус. Он чесночный. Я, кстати, еще 3 зубчика чеснока добавила. Лук я не добавляю, потому что он засыхает. Я буду на пергаменте готовить. Поэтому без водички я имею в виду. Поэтому лучше не добавлять. И вот соус из пчурмы. Здесь зелень, чеснок немного и майонез. И добавляю его сюда. Сейчас я перемешаю. Если не хватит, добавлю еще нашего постного майонеза. Жалко как-то соус. Он долго не простоит. И обязательно я посолю. Я делаю таким способом картошку уже давным-давно. Получается очень вкусно. Я обычно делала такими, знаете, кубиками. А сегодня решила вот так сделать. У Сережи мамы делает тоже так картошку. Только без майонеза, по-моему. А может и с майонезом. Я помню, что она у него в масле с курочкой. Но курочки у нас нет. Я бы с удовольствием сейчас еще на противень курочку бы замариновала, выложила. Но это я сделаю завтра. Сейчас поставим готовить. Можно будет уже переходить как раз к декору на прихожей. У меня тут, видите, такой фон вдохновляющий вам осенний. У нас уже наступили холода. Пишите, какая у вас погода. Смотрите, все отлично. Все. Я делаю сюда на пергаменте картошку без масла. То есть чуть-чуть масла для корочки добавляю и все. Теперь мы с вами выкладываем все в пергамент. И нам останется только дождаться приготовления. Здесь у меня, видите, еще солт остался много. Сейчас туда перейдем. Я обычно такую картошку... Что такое? Ем с салатиком просто. Мне нравится. И я стараюсь распределить ее так, по противню, чтобы каждая у нас выпеклась. Друзья, на этом я буду заканчивать эти рецепты. Вторую часть и продолжение у нас, конечно же, будет в третьей части. Я так думаю, что их сделаю подряд, чтобы вам было удобно смотреть. Всем спасибо за просмотр и обратную связь.